всем привет сегодня я продолжу рассказ про тот чудесный дом на соколиной горе в цокольный этаж которого переехал наша фирма после дефолта 1998 года и где я познакомился со своей женой а также про его прекрасных жителей которые любили бросать мусор нам на голову чтобы аборигены прекратили бросать мусор гнилые овощи и бутылки на головы наших сотрудников и клиентов я решил их задобрить но по наивности своей и широте душевной я захотел показать что предприниматели такие же люди и что это только средства массовой информации по указке властей сделали бизнесменов ублюдками мошенниками и пугами в глазах народа а на самом деле предприниматели не такие они настоящие патриоты и болеют за свою родину улицу и дом не говоря уже семье с этой корыстной целью я решил навести порядок вокруг дома и во дворе в начале я восстановил и отремонтировал спортивную площадку перед домом чтобы их детям было где играть футбол не помогло продолжали бросать а их чудесные детки на отремонтированной спортивной площадке очень полюбили сидеть курить и пить пиво разбрасывая окурки и бутылки тогда я со своими сотрудниками устроил субботник и убрал весь мусор вокруг дома не помогло стали бросать еще больше тогда я завез чернозема восстановил газоны сделал декоративные металлические ограждения и посадил цветы перед домом чтобы у них рука не подымалась портить эту красоту опять не угадал бросать стали еще активней и собак стали выгуливать меж цветов поэтому нам пришлось смириться и привыкнуть к выбросу мусора на голову но у любого явления есть хорошая сторона у сотрудников к примеру вырабатывалась прекрасная привычка подходя к двери нашего офиса и выходя из него смотреть не под ноги а поднимать глаза в небо к звездам чтобы не поймать на голову какой-нибудь подарочек ну а когда еще посмотришь в небо все суета да суета мирская некогда на звезды взглянуть и помечтать а так два раза в день как на те здрасте на входе и выходе переживали только за клиентов те же не приучены в небо смотреть и оглядываться по сторонам когда подходишь к нашему офису у них этот рефлекс в других местах видать срабатывал у каждого свои заповедные места а здесь они расслаблены и поэтому мы переживали за них и решили все таки вычислить этого народного бутылка метчик судя по характеру разброса осколков бутылки летели всегда по одной и той же траектории то есть бросал кто-то один но так как дом был 12 этажный то понять откуда бросал этот милый человек было трудно надо было его как-то вычислить пытались наблюдать из-за деревьев но он видать пеленговал наших сотрудников и на это время затихал хотя может в это время еще только допивал свой лимонад но я не был бы предпринимателем если бы не знал чудодейственную силу денежных знаков способных и горы двигать и дороги строить и даже вычислять всяких мерзавцев с помощью их же детей и внуков поэтому я быстро нашел двух пацанов лет десяти двенадцати из этого же дома и пообещал им по 1000 рублей на пиво если они выследят и укажут мне точное окно откуда вылетают бутылки и уже к вечеру я с двумя крепкими сотрудниками поднимался к этому гранатометчику а чьи-то счастливые внучата бежали в варек за пивом для дедушки конечно народный мститель оказался пенсионером и ветераном труда о чем мы узнали из его криков из-за двери которую он нам побоялся открыть также мы узнали что являемся хапугами и проклятыми капиталистами и что горбачев всех предал а ельцин вместе с чубайсом и гайдаром всех продал но бутылки после этого бросать перестал вот такая вот поучительная история о чудодейственной силе денежных знаков всем пока вау а щу хэс дэ пишет вам эссе жизни рок-н-ролл вау а щу хэс дэ